Приветствую, друзья, на связи Андрей Жариков. В данном видео мы обсудим все последние новости, которые касаются вывода средств со счета Виста. Итак, давайте вспомним, что говорилось в новостях о 27 июля. Там был пункт номер 2, в котором говорилось следующее. Примерно в течение двух недель предполагается, что увидим наш зеленый кабинет, где будет отражен баланс, история транзакций и так далее. В принципе, можно сказать, что этот пункт частично выполнен, потому что действительно появился кабинет HermesRecovery.info, на котором люди смогли попасть в свои кабинеты, увидеть свои балансы. История транзакций пока там не отображается, но надо полагать, что ее тоже сделают. То есть, в принципе, пункт номер 2 частично выполнен. А дальше, после пункта номер 2, есть пункт номер 3. Вывод средств зеленого счета будет реализован с момента открытия кабинета в течение одного-двух месяцев. То есть, оговаривался срок 1-2 месяца. А именно вывод средств это то, что интересует людей больше всего. На канале новости Виста номер 1, который принадлежит Роману Лаевскому, опубликовано следующее сообщение. От 15 августа. Вывод денег с Виста счетов и новые кабинеты с балансами. Друзья, все, наверное, ждали информации от меня, и вот она. Новые кабинеты с балансами по счетам germes.recovery.info Работают старые логины, пароли, балансы показывают. Уже хорошо. Но, по информации сверху, выводы начнутся не раньше, чем еще через 3-6 месяцев. И то по маленьким лимитам. Получается, что в новости от 27 июля фигурируют сроки 1-2 месяца, а в новости от Романа Лаевского 3-6 месяцев, что практически в 3 раза длиннее, чем сроки, обозначенные в июле. Дальше. И если раньше руководство объясняло отсутствие вывода тем, что нет доступа к базе, и неизвестно у кого сколько денег на счетах, то сегодня база восстановлена. Так что выводы делайте сами. В принципе, здесь действительно нужно отметить такой важный момент, что раньше, когда возникал вопрос, почему у людей нет возможности вывода, ну, говорилось, что у Романа Василенко нет доступа к базе данных, потому что все сервера были изъяты правоохранительными органами, а раз нет базы данных, то, соответственно, неизвестно, кому сколько нужно платить. Но сейчас, получается, раз появился сайт, и у людей появился доступ в свои кабинеты, и они могут даже увидеть, сколько денег на балансе, то, в принципе, ну, можно сказать, уже известно, кому сколько Роман Василенко должен денег. То есть сумма обязательств, она известна. И, собственно, с чем связаны такие длительные сроки, от 3 до 6 месяцев, мне вот, ну, тоже непонятно. И 21 августа появилось следующее сообщение. Уважаемые клиенты, прежде чем создать новый функционал и произвести начисление инвестиционной прибыли, нам необходимо полностью восстановить все транзакции системы. Процесс трудоемкий и занимает много времени. По предварительным расчетам, данный блок работ мы закончим к 1 октября. Ну, то есть до 1 октября остается примерно 5 недель. Еще 5 недель они будут заниматься восстановлением транзакций. Хотя, если вспомнить, что вообще-то люди не имели возможности выводить средства с начала марта, да? Когда исчезли сайты. И дальше читаем. Это позволит вам сверить ваши транзакции с балансами, а нам убедиться в целостности полученной базы данных. Можно задаться вопросом. Означает ли это, что с 1 октября откроют вывод или подключат какие-то системы для вывода? Нет. Речь не об этом. Здесь говорится, процесс трудоемки занимает много времени. По расчетам, по предварительным, данный блок мы закончим к 1 октября. Какой? Какой блок? А именно, восстановить все транзакции системы. То есть, я так понимаю, они собираются восстанавливать именно те транзакции, которые люди делали на протяжении лет. Кто-то, у кого-то счет Виста был открыт там год назад, у кого-то 3 года назад, 5 лет, у кого-то 8 лет. И вот они собираются все эти транзакции восстанавливать и будут восстанавливать к 1 октября. А что произойдет после 1 октября? Ну, вот как они пишут, это позволит вам сверить ваши транзакции с балансами, а нам убедиться в целостности полученной базы данных. В принципе, те люди, которые уже сейчас попадают в свои кабинеты Гермес, ну, по крайней мере, большинство, говорят, что те цифры, которые они видят на балансе, в принципе, соответствуют тем цифрам, которые у них были до отключения сайтов. Может быть, и есть, конечно, какие-то случаи, у кого-то не соответствуют, но это, наверное, единичные случаи. Дальше. Благодарим вас за терпение и понимание. Команда делает все возможное для скорейшего восстановления системы и организации выплат. С уважением, администрация. Итак, давайте еще раз подытожим все эти новости. В новостях о 27 июля было сказано, что вывод откроется в течение 1-2 месяцев. Что, конечно, тоже плохо, что это опять ожидание, если вспомнить, что люди и так уже полгода в ожидании, да? Но еще куда не шло. Но вот в телеграм-канале новости Виста, уже называется срок 3-6 месяцев, это уже, по-моему, ну, ни в какие ворота не лезет, потому что если к 6 месяцам, которые уже прошли, прибавить еще 6 месяцев, это вообще-то год получается. А я думаю, вы прекрасно знаете и без меня настроение людей. Многие уже ничего не ждут, а просто пошли и написали заявление в полицию. И когда людям сейчас говорят, что ну да, мы тут работаем над восстановлением, еще тут полгода будете ждать. То есть люди просто понимают, что им вешают лапшу на уши и все. И уже ни во что не верят. А в новости от 21 августа написано, мы тут собираемся восстановить все транзакции, мы это закончим к 1 октября. Еще 5 недель будут транзакции восстанавливать. Но, если уж такая прямо острая необходимость восстанавливать все транзакции. Вот клиенту, у которого счет Виста, ему принципиально знать, что он там в 2017 году кому-то перевел там 200 евро. Мне кажется, нет особой принципиальной разницы. Большинство людей согласны с теми балансами, которые у них есть на счете Виста. Если бы они были не согласны, уж, наверное, они сообщили бы об этом в поддержку. Не так ли? То есть раз у человека в феврале, когда сайты работали, был совсем согласен, значит, ну, все было нормально. И если человек сейчас открывает кабинет и видит, что у него цифры там такие же, какие у него были в феврале, значит, тоже все нормально. И поэтому я не вижу особой необходимости восстанавливать там транзакции за 7-8 лет, сколько у кого, ну, у кого были открыты счета Виста. То есть есть средства, подключаете платежную систему и начинаете выводить. Позвольте, кстати, напомнить, что новый сайт, на котором вот и вывод работает через криптовалюту, он был создан с нуля, буквально за 2,5 месяца. В начале марта исчезли все сайты, были отключены, ну, по информации, что сервера были изъяты правоохранительными органами. По всей видимости, Роман Василенко нашел какую-то новую команду айтишников, которые с нуля за 2,5 месяца сделали работающий сайт с вводом и выводом. За 2,5 месяца, с нуля. Поэтому, почему сейчас идут разговоры уже по 3-6 месяцев, мне совершенно непонятно. Есть кабинеты, у людей в кабинетах есть балансы, подключаете платежную систему для вывода и начинаете выводить. На мой взгляд, людям совершенно непринципиально там знать все транзакции, ну, за всю историю счета, скажем так, что человек там несколько лет назад кому-то перевел какую-то сумму. Ну, в идеале, конечно, да, неплохо иметь, так сказать, всю историю транзакций, но, повторю, сейчас для людей важнее получить уже деньги, хоть какие-то, уже сейчас, потому что уже люди 6 месяцев в ожидании. 21 августа мы в нашем чате провели созвон, и я попросил участников чата поделиться своими мыслями и мнением по поводу вот этих всех новостей. Если вы хотите участвовать в таких голосовых созвонах, то, пожалуйста, добавляйтесь в наш чат, ссылку на него вы можете найти в описании к этому видео. Всем добрый вечер. Я тоже слышал такую же информацию от своего друга, ему сверху эту информацию спустили, что не ранее, чем через 6 месяцев. И да, я повторюсь, я сообщение раньше писал, что мой друг уже говорит, я не буду ждать уже 6 месяцев, сейчас, говорит, до конца августа, жду и все, говорит, иду писать заявление. 6 месяцев он не готов еще ждать, с учетом того, что уже 6 месяцев ждут люди. Вот как-то так. Спасибо. Да, вот я читаю сообщение, которое прислала Елена, оно звучит так. Уважаемые клиенты, прежде чем создать новый функционал и провести начисление инвестиционной прибыли, нам необходимо полностью восстановить все транзакции системы. Процесс трудоемкий и занимает много времени. По предварительным расчетам, данный блок работ мы закончим к 1 октября 2022 года. То есть, в принципе, получается, сейчас у нас 21 августа, до сентября остается чуть больше недели, полторы недели, и в данном сообщении фигурирует дата 1 октября. То есть, получается, примерно 5 недель до этой даты. Стоит этой информации верить или нет, вопрос, конечно, интересный, но с другой стороны, в принципе, этот текст, он соответствует новости от 27 июля. Еще раз повторю, что в новости от 27 июля... А, отлично, это опубликовано прямо на сайте, на сайте Hermes Recovery Info. А, ну вот, видите, совсем свежая информация получается. Да, вот как раз. Значит, это позволит вам сверить ваши транзакции с балансами, а нам убедиться... Так, человек неграмотный писал, слово убедиться с мягким знаком надо. Целостности полученной базы данных. Благодарим вас за терпение и понимание. Команда делает все возможное для скорейшего восстановления системы и организации выплат. С уважением, администрация. Ну, хорошо, то есть, в принципе, это как раз вот последняя информация на данный момент. За нами, правда, спрашивает, какая администрация. Да, администрация несуществующей компании. Администрация блокчейна. Хорошо, пожалуйста, коллеги, кто хочет прокомментировать данное сообщение. Еще новость. На новом сайте ПК без свельт, там, www.global.com какой-то на английском появилась функция оплата паевой клиентских сносов по QR-коду. оплата по qr-коду в какой валюте в рублях или в криптовалюте ясно спасибо ну я так понимаю qr-код это просто для удобства хорошо коллеги как вы считаете срок до 1 октября что вы думаете по данному поводу реальные как говорится это сроки или опять очередное затягивание сроков очередные обещалки я считаю даже если 1 ноября будет даже если 1 декабря и даже если будет 1 января есть смысл ждать это мое да спасибо юрий но с другой стороны тут вот забыл кто комментировал что опять же нужно понимать есть клиенты которые уже полгода в принципе ждут и собственно и не готовы ждать еще но если сейчас кстати они узнают что в принципе осталось подождать 5 недель чуть больше месяца то то может быть они скажут окей просто прозвучала фраза что еще полгода например ждать уже там не хотят вот если речь идёт это может память там жизнь прижала так что вот нет у человека денег либо мало имеет информации видимо там но к сожалению информации больше видно в нашем чате то есть есть люди которые вложили кредитные деньги сейчас конечно у них большие проблемы из-за этого почему они на это пошли это уже конечно отдельный разговор в общем то нужно более тщательно просчитывать возможные риски в инвестиции с кредитами вообще лучше не связываться вот но как говорится что сделано то сделано вот и понятное дело людям приходится ну как сказать искать какие-то выходы из ситуации я извиняюсь кто говорит пожалуйста поближе к микрофону очень плохо слышно вас я просто читаю вот я остановилась и писать что 1 10 22 слышно да сейчас хорошо слышно говорить текст это позволит вам сверить ваши транзакции с балансами а нам убедиться в целостности полученной базы данных благодарим вам за терпение понятие команда делает все возможное для скорейшего восстановления системы и организации выплат с уважением администрация да спасибо я вот недавно прочитал то есть это опубликовано сейчас на сайте гермес рекавери то есть принципе все могут с этим текстом ознакомиться ну как говорится остается посмотреть и понаблюдать как как это все будет воплощаться в жизнь и к вам просьба вот и еще раз я уже не расписала я уже на взводе всем плохо я уже не верю у меня уже глаз дергается и челюсть выпадает за все не могу и поэтому когда пишут плохо показывает ролики плохие а потом вдруг включается это мы видим потом опять пишут кнопочка восстановить базу опять плохо вы понимаете вот эти взлеты падения но уже достало вот это все можно плохое в этом тяги не писать да смотрите елена это понятно просто как я уже озвучивал то есть мы стараемся как как сказать озвучивать реальную ситуацию да то есть не приукрашивать то есть есть хорошо есть чаты так называемых позитивно настроены где вообще запрещено писать любой там негатив но к чему это приводит то есть получается администрация таких чатов старается делать вид что у нас все хорошо и все прекрасно хотя ну извините на по сути по факту на протяжении шести месяцев да люди спустя пять с половиной месяцев увидели сейчас свои циферки это да но все прекрасно понимают пять месяцев люди ждали и никто на самом деле не знал появятся эти циферки или нет да то есть и ну я за то чтобы еще раз люди имели объективную информацию это очень важно потому что даже вот те люди еще раз которые набрали кредитов и так далее да они ссылаются на что вот мне мои там консультанты мои руководители убедили что эта компания надежная на 20-30 лет и так далее то есть опять таки очень получается человек ну можно сказать убедившись как как он понял что это чуть ли не как банк что можно запросто вот набрать кредитов там вложить гермес и все и ты крутой инвесторы и жизнь удалась да сейчас многие понимают что это не так банком здесь и не пахнет а уж новый проект новый сайт где работает вот и вывод а вообще ситуация интересная когда мы видим на один кошелек деньги заводятся перекидываются периодически на второй кошелек и со второго кошелька идут выплаты то есть уже нет никаких разговоров про какие то там инвестиции там про какие то я имею ввиду как раньше выступал товарищ йоган риглер из австрии который там рассказывал вот про инвестиционные портфели что там деньги инвестируются в стартапы фондовый рынок и так далее сейчас об этом даже разговора нет просто деньги перекидываются с одного кошелька на другой вот поэтому ну я понимаю конечно там негативные новости кого-то могут обескураживать но в общем то как сказать я не планирую знаете затыкать рот если кто-то вот ну вы опять же смотрите у нас допустим в чате вот есть татьяна которая периодически высказывается да она но по и по ее словам то есть очень сильно сейчас у нее большие проблемы именно по кооперативу потому что она туда вложила деньги и вот это вся непонятная ситуация затыкать человеку рот то есть а ты жалуешься на свои проблемы нет давай ты больше не будешь жаловаться но это тоже наверное неправильно потому что еще раз повторю есть чаты где за любой негатив людям затыкают рот все типа но это правильно по вашему я считаю что нет то есть получается людей какое-то время назад позвали пригласили и все прекрасно понимают какое-то время обрабатывали там объясняли аргументы приводили как это все круто и замечательно а когда начались проблемы сейчас все людей выкидывают из чатов за неудобные вопросы ну я считаю что люди имеют право высказывать ну свое мнение кто-то настроен позитивно пожалуйста можно высказывать в нашем чате там мнение почему человек верит что все будет нормально все окей ну а кто-то настроен негативно что с этим делать опять же смотрите давайте так рассуждать вот у нас с вами есть гарантия что через месяц пройдет пять недель и через пять недель откроет вывод или что там произойдет никто же не знает никаких гарантий нет то есть по факту вот полгода можно сказать все владельцы счетов виста все что у нас есть это циферки пока можно зайти в свои кабинет и полюбоваться на циферки вывести ничего на данный момент никак нельзя вот это все что есть и пройдет месяц пройдет пять недель ну если откроется вывод с какими-то лимитами конечно это будет хороший момент позитивный да потому что лимиты может быть в начале ну наверняка будут постепенно их могут увеличивать и так далее вот но опять же гарантировать никто ничего не может это только доживем до 1 октября и увидим пожалуйста вы кто хочет добавить что-то тоже пожалуйста включайте микрофон говорить да я по поводу негативной информации я думаю что если человек не готов слушать информацию с другой стороны рассматривать другую сторону этой ржавой медальки ну есть чат и консультантов директоров ну наверное их оттуда их уже удалили поэтому они здесь пожалуйста мы ваши аргументы слушаем не могу информацию от хорошей и постоянно то взлет это падение я уже рассталась мысленно с деньгами вдруг кнопочки заработали я опять появилась надежда и так далее и так далее но много очень негатива в любом случае в этом тяги очень много негатива но без веры без надежды вообще очень за жить сложно нужно это понимать и я в свое время когда у роберта киосаки в книге прочитал что инвестиции так действительно требуется время ждать научиться до этому это не то что там вложил и я считаю что здесь еще были стабильные нормальные выплаты я сравниваю с другими проектами у нас два раза в год выплаты это там авансами выплачивали три года вот ждали пока проект запустится то есть надо научиться ждать такси ума хорошо юрий спасибо коллеги вот они елена подняла такой интересный вопрос у нас здесь получается в чате больше 600 участников и вот на созвоне больше 20 человек присутствует пожалуйста вот скажите ваше мнение то есть кто-то ну кто-то из присутствующих настроен позитивно считает что все будет хорошо все наладится кто-то считает наоборот настроен негативно считает что василенко всех кинул вот ваше мнение как правильно именно поддерживать информационную политику в чате чтобы только одна какая-то сторона высказывала свое мнение или все-таки надо выслушивать и за и против что думать я думаю надо выслушивать и за и против но не публиковать информацию однобока либо только в положительную сторону либо только в отрицательную сторону как многие в этом чате пишут и не устраивать базар и вокзал в чате потому что здесь час в чате не смотришь не читает уже больше ста сообщений которые там 90 процентов информации вообще никакой не нужны одно и то же каждый раз повторяются одни и те же люди одно и то же постоянно пишут и по итоги важно по итогу информации которая нужно она теряется я об этом мусора больше чем правильной информации надо и плохое но фильтровать потому что лишние смс которых читаешь читаешь глаза на лоб лезут вот я еще до мог бы добавить что из нашей дирекции я больше позитива услышал да все-таки есть движение движение правда с изменениями что уже как бы все в прошлом будет и гермес и кооператив но будет на новой площадке все вот но будет перетрубаться определенное но с изменениями определенными до случился вот этот кризис определенной юрий так на можно вот этот сайт я извиняюсь вот этот сайт гермес рекавери он как бы и путят кабинетом или они данные сайты гермес рекавери каким-то образом перенесут вот на новый перенесут до сад совершенно верно до перенесут то есть как в былые времена уже до этой компании как бы уже не будет с этими названиями вот это то что я так понял для себя а так все нормально там все будет налаживаться и даже там продукты новые появится вот на новой площадке и вид на жительство даже будет но там обучающая программа но в общем то я услышал только вот такие позитивные нотки но дал компании большие планы в будущем дело в том что жизнь не остановить да здесь только движение сможет да вот этот но новая новая волна вот эта пена она конечно есть со временем она уляжется но движение не остановить как знаете вот поезд идет набирает мощные тем более за 8 лет все таки кооператив сделал достаточно много и много участников и сделано в общем-то немало и положительного то есть люди и жилье получали да и как-то все в негатив это все не хотелось бы до окрашивать все заработает верно да да ну на новых условиях и на новой платформе только новыми названиями все будет нормально я вот сравниваю как бы вот наш вебинар этот чат я слушаю анализирую сам для себя и понимаю что по-другому но никак да и василенко особо я думаю не нужно вот эти лишние домыслы да он я думаю что он воин он выберется из любой сложной ситуации вижу как его как личность такое раз он организовал такой кооператив значит у него есть резервы внутренние физические и душевные сделать так чтобы но тем более много уважаемых людей пришло работала в кооперативе да ему это тоже не нужно и он заинтересован в том чтобы люди в общем-то побыстрее вот эти все негативы стрессы побыстрее то волна ушла это негативно и как бы жизнь с чистого лица листа начнется да и мы это потом будем вспоминать вот наши все были вот эти переживания так тоже работа над собой определенно да то есть жизнь не остановит она все равно идет продолжается либо мы будем подстраиваться под новое реалии либо мы будем вот так скулить плакать все плохо все еще что-то и река жизни течет все равно падая в океан она возможно боится что она растворится превращаясь большой обширный океан вот эти все страхи наши боюсь ки это все работа над собой должна определенно проделать прочитать понимаешь какая штука вот сетевики очень часто рассуждают про позитивное мышление надо там рассуждать позитивно и так далее я согласен но я часто привожу такой пример вот когда все смотрели наверное фильм титаник да когда в титанике пробоина и титаник уже готовится пойти на дно только еще не все об этом знают то никакое позитивное мышление никакие медитации на палубе титаника не помогут все пробоина есть в трюм хлещет вода я это к чему смотри ты говоришь вот василенко это не надо надо все восстановить участники там кооператива и участники владельца счетов обоими руками за но давайте посмотрим во первых роман василенко до сих пор находится в розыске то есть он заочно арестован на минуточку с него этого ареста никто не снимал раз люди которые в чисто не строя если его посадят вот для мы для себя решим хорошо посадят дай закончить мысль не перебивай и значит люди которые были арестованы из кооператива они тоже остаются под арестом то есть смотри наши благие пожелания вот хорошо было бы это все замечательно хорошо чтобы кооператив работал чтобы счета заработали все замечательно факт остается фактом фактом василенко несмотря на все его деньги на все его связи с депутатами там с позднером с соловьевым и так далее ему ничто не помогло снять уйти из-под заочного ареста для себя раз и вы вы выпустить на свободу людей которые арестованы уже несколько месяцев понимаешь вот я о чем хочу сказать позитивное мышление все хорошо но по факту когда заработала вот это юридическая машина пока а уж я не хотела покажите издаться уже когда люди он заселили скоро в квартире они арестованы договорить у тебя не перебивают то что в одну эту пластинку начинайте я свое мнение высказываю если она не не нравится еще раз ты свое мнение высказываешь мы тебя выслушиваю просто закончить мысль и потом высказывай свою мысль она давно в чате прослеживается вот она уже идет я вот отслеживаю она бесконечная это мысль а твоя мысль тоже давно всем понятно не перебивать человека ну хорошо что еще раз я буду только рад я буду мой каран надо радоваться что люди освободены от ареста квартиры разблокируют да вот этому надо радоваться чтобы люди почувствовали надежду хотя бы а мы сейчас будем говорить и люди опять негатив уйдут скажет вот наоборот надо какие-то я вспомнил вот даже артиста джигарханян обознать и знаменитого вот это навсегда запомню рану надо заглаживать и не раздирать ее вот золотые слова его на настолько это запомнил да вот я вам при всех это говорю а мы ждали свой чат и делись позитивом здесь люди выско причем здесь позитив у людей квартира арестована они ждут надеяться а мы уголька подбрасываем разжигаем все это зачем ты когда не наоборот на пальцу попадал ну и что вот когда я не то что попадали на производстве работал или знаю хорошим думать приятно можно в этот момент ты скажешь человеку да пошел ты какой приятный о таком позитиве думать если пальцем даже и рано бывает заживает если ее постоянно не теребить до дать возможности говоришь думая хорошим и молотком по пальцу треснули а ты говоришь о позитивном думать и не думайте что у вас болит но от того что ты будешь себя гнобить постоянно тебе что от этого лучше станет и тем более настраивать людей по факту говорить учет прям уже прям у вас какой-то тандем пошел между собой да смотри your еще раз ребята вот получается я озвучил цель чата нашего да именно создать объективную картину где можно послушать новости из той из другой страны там кто категорически не любит какой-то негатив хочет быть сфокусирован на позитиве так пожалуйста есть чаты каналы где публикуются сплошь позитивные новости но раз люди остаются в нашем чате значит они хотят все-таки получать объективную информацию то категорически негативы не приемли пожалуйста всегда как говорится хозяин парень взял вышел с чата и слушай только позитив какие проблемы вам счета открыты это хорошая новость хорошая они вас настроить какой-то блин а с другой сейчас подождете еще какие-то кнопки новые появится я говорю сейчас вот в сми будут новые судебные процессы будут проходить уже воочию да то есть люди будут если василенко выплатят всем деньги и допустим квартиры пока best way вы думаете с него арест снимут я думаю нет это дело маленько другое уже понимаете поэтому вот и смысл того что восстановление кабинетов идет я маленько не понимаю для чего это делается для чего это делать чтобы других директоров не закрыть либо василен как он этим отмажет что с него арест снимут скажет от или с людьми рассчитался молодец его будут гнать до последнего мне кажется поэтому николай смотри в принципе я уже озвучил василен поскольку он находится за границей наши правоохранительные органы я не думаю что до него доберутся то есть если как мы уже обсуждали раньше василенко как офицер все-таки чувствует свою ответственность перед людьми и хочет свои обязательства выполнить и постепенно этот план реализуется то есть открыли доступ в кабинеты до люди пока только увидели циферки но принципе это уже достижение можно сказать что несколько месяцев люди даже этого не видели если как они озвучили к первому октября действительно ну что-то там дополнительные какие-то функции сделают а потом и вывод скорее всего я думаю в россию он ну уголовное дело вряд ли с него снимут вот это объявление в розыск да но смотрите сайт же новый продолжает работать ну те кто там зашел там и вот и вывод работает и в принципе то что василенко в розыске работе нового сайта не мешают вот так что в принципе ну как бы да для него наверное будет минус том что он просто в россии уже не вернется будет как говорится жить в эмиграции то есть вы хотите все таки сказать да андрей что он хочет восстановить доверие к себе тех людей до которые у него изначально вкладывались в инвестиционную компанию так я понимаю да чтобы не терять клиентов я уже на прошлом созвоне сказал что у василенко была прекрасная возможность слиться ну просто сказать что а вот ребята вот у нас правоохранительные органы изъяли все сервера айтишник евгений нас подставил вот он там все передал все я ничего не могу сделать вот ребята вам новый сайт заходите с новыми деньгами принципе василенко мог использовать это как повод для собственного оправдания и так далее но по факту видно что он чего-то пытается делать другое дело я уже говорил у меня к нему претензия конкретной что он за полгода не записал ни одного видео обращения ни одного пояснения но согласен что он как юрий говорил тоже на созвонах василенко не ну не говорит а делает ну можно с этим согласиться то есть если действительно создали там сайт и так далее так далее что-то делается хотя вспоминая его выступление где вот он там красочно на целые стадионы выступал и рассказывал то есть странно когда компания все было нормально он так на большие аудитории вещал а когда в компании начались проблемы вот он так затихарился скажем так ну ладно это как прицем это уже много раз обсуждали вот так что ну у меня сложилось впечатление что да он пытается что-то сделать другое дело что конечно в чате есть такое мнение что это просто очередные как это сказать сказки про белого бычка тянут резину в очередной раз ну посмотрим собственно ближайшие несколько недель должны это показать но опять же если допустим тянут резину ладно хорошо сервера забрали сайт у нас угас да николай приятного аппетита они счета восстановили да но если опять же люди сверялись я вот сверял свой счет счет жены смотрел то есть деньги то все вот те которые реально были то есть там остались то есть нет ни плюс ни минус то есть вот четко цифры получается база то достоверно то есть это они не нарисовали там от руки от балды значит все таки есть какой-то фундамент рисовали они только циферки денег уже давно нету цифры цифры соответствуют в общем-то все кто попали в свои кабинеты подтверждают вот а если что-то за цифрами или нет это вопрос как я озвучил в своем видео то есть сколько денег на счетах виста я озвучивал что те два миллиарда долларов которые сумма два миллиарда евро которые нас суммарно на счетах виста вот остается вопрос если василенко активы покрывающие эти два миллиарда если активы есть хорошо значит ему есть чем платить а вот если активов нет тогда я согласен это просто циферки с другой стороны я уже высказывал и на предыдущих созвонах даже критики василенко которые считают его мошенником признают что он же не бедный человек да ну как минимум он долларовый или евровый миллионер может быть даже мультимиллионер то есть в принципе при желании он какие-то него есть имущество и в россии за границей то есть при желании он может что-то продать какое-то имущество на миллионы долларов допустим озвучивалось что у него якобы в россии имущество на полтора миллиарда рублей но это тоже неплохая сумма вот то есть по идее ну нельзя сказать что василенко гол как сокол скажем так ну вы как сами андрей думаете ну вот по поводу последней информации там нави повисит щитам ваш какой прогноз вообще вот ну экстрасенсорно но я я не ванга в будущее заглядывать не могу но повторю то есть в принципе например по поводу вот этих новостей от 27 июля где было написано что якобы мы увидим наш зеленый кабинет мне самому было интересно как они собираются это сделать по факту действительно сейчас появился вот этот зеленый как кабинет и ну многие уже попали кстати коллеги есть кто раньше не мог попасть а сейчас появилась функция восстановления пароля и удалось попасть свои кабинеты сейчас такие да есть люди которые захотели хорошо сергей у вас такой пример или кто-то из ваших партнеров у нас тоже отлично вот видите получается получается еще можно сказать одно улучшение те люди которые не могли попасть наконец-то стали попадать вот то есть поэтому да что то делается я согласен еще раз что в принципе циферки это пока еще не означает вывод но по крайней мере это шаг и напомню что в новостях о 27 июля озвучивалось так что пункт номер два еще раз зачитаю в течение двух недель предполагается что увидим наш зеленый кабинет где будет отражен баланс история транзации и так далее то есть в принципе этот пункт выполнен в течение двух недель действительно и а пункт номер три звучит так вывод средств зеленого счета будет реализован с момента открытия кабинета в течение одного тире двух месяцев то есть принципе пункт 2 реализован они переходят пункту 3 как как это будет сейчас говорят да я очень слушал принципе принципе ну тут давай пойдет все равно в сторону все-таки позитивных вещей потому что если бы ну не нужно так логично то зачем все это вообще замышлять да как бы открытие возвращение базы так далее там подобное так есть по сути уговорить возвращаясь даже к предыдущему разговору поэтому я думаю что все-таки какие-то шаги опять повторюсь да как сейчас ты сказал сам они происходят и происходит не просто так смысл их вообще-то производить если ничего то там не должны произойти в будущем так что думаю все таки что должно произойти на положительной основе да тем более 8 лет если люди прибыль получали все было хорошо нормально василенко друг а когда случилось горец у человека дать теперь он негодяй там не знаю кто юра я тебя прошу а каждый хочет доля его камень бросить человеку хочет из ситуации выйти достойно живет себе там как сыр в масле горе у человека горе это у тех кто остался без копейки с кредитами на улице подмаражем уже не так горят проблема вмешались некие факторы до внешние центробанк например законы наши возможно не столь совершенно не все же от него зависит тоже надо понимать человек наоборот такую компанию создавал в долгосрочном никто же не мог предвидеть всяких таких ситуаций это 8 лет это достойно срок люди горе куча на вроде его посадили лучше как они были не расставали ровно а когда ходит что-то из строя и все начинаем так многие начинают как бы а вот мы там кредиты брали еще что-то я как бы не против этих людей да но у нас даже нет ситуацию взять а любую там другую там не знаю там какие ставки поднялись банк еще чего-то там и к такие ситуации возникают вообще там по моему по любым другим даже направлением те кто был там шоколаде в плюсе потом начинает также опять же плакаться ну у нас так все в стране как бы когда все хорошо и всем все хорошо когда что-то плохо происходит все сразу начинает там кого-то там винить почему-то начинают винить да он как бы не за счет я не смотрю где-то не брал а теперь сейчас буду всех обвинять вот я такой весь раз прекрасной один-два василенко идиот а я весь такой хороший вот ничего себе позиция тоже ответственность василенко идиот андро идиот еще те которые людей убеждали заходить туда и давали 200 процентов гарантии вот еще есть категория идиотов простите если я кого-то сейчас надел с какой-то парами виноват что мы инвестировали те денежно станет он себе позволить на жена хида никто не заставлял идти туда его сам принимал решение тем более есть грамотно люди у нас и да нет тут люди говорят что кого-то составляли дал там убеждали одно сделал убеждать и заставлять это немножко разные вещи поэтому я так все но у каждого есть своя голова да кто-то шел мысленно кто-то ушел допустим там переубедили они души за кого-то и реально застали прям что там все более нам никто не мешал вывести средства вот как там роткина да вот женщина мне понравилась она она анализировала ситуацию да там юрий по поводу того что вот никто не мог предвидеть еще раз василенко организовал бизнес заказа за ним пошли и поверили ему 450 тысяч человек то есть это огромная ответственность 450 тысяч человек это почти полмиллиона открыли счета плюс 20 тысяч пайщиков кооператива и задача руководителя как я уже много раз говорил тем более василенко военный задача извините как говорится думать наперед то есть просчитывать шаги алигер ком алигера на войне как на войне то есть я уже там ну обсуждали повторю еще для тех кто первый раз подключился смотрите последовательность событий в осенью 21 года открыли уголовное дело а сервера при этом по словам айтишник евгения находится в россии вот господа мы с вами не айтишник я так понимаю большинство подумайте головой сейчас идет уголовное дело сервера всех трех проектов и life is good и best way и гермеса все находятся в россии вот если бы вы были на месте василенко руководителем компании у вас бы появилась наверное мысль так открыли уголовное дело пусть она несправедливая пусть заказное но а нет ли такой вероятности что придут товарищи следователи и начнут сервера изымать там где они находятся по моему есть такая вероятность а может быть надо что-то сделать куда-то эти сервера перевести на какие-то зарубежные сервера копии хотя бы сделал понимаете по моему ну все очевидно и прозрачно и по получилось что василенко у него была фора несколько месяцев уголовное дело завели осенью прошел что там декабрь январь февраль и в начале марта все сервера отключают понимаете поэтому ну то что ты юрий говоришь там никто не мог предвидеть грамотный руководитель который на себя взял такую ответственность должен был эти моменты просчитывать и и предпринимать мысль правильно да но согласен где-то ошибка произошла в том плане бдительность просто global star club возможности безграничны а